всем привет меня зовут ярослав вы смотрите гекстартер а сегодня на столе вот это это ноутбук от компании и с разором у меня всегда были очень странные отношения по причине того что по причине того что не так уж и много было их продуктов в личном пользовании на самом деле практически никаких но рейзер я всегда слышал знал и никогда этих ребят в принципе не игнорировал и вот мне в руки попал их ну не то чтобы топовый ноутбук но ноутбук который является минимальным порогом входа вот тусовку razer это razer blade стелс практически в максимальной комплектации и с этим ноутбуком я прожил неделю и хочу вам рассказать о том что такое пользоваться ноутбуком от компании razer на протяжении недели хочу сразу сказать что лично я длительное время пользуюсь маком те кто смотрит мой канал наверняка об этом знают но конкретно windows ноутбуками я пользуюсь время от времени когда они попадают ко мне на тест но они не происходят у меня на тесте типа каждый день то есть я не пользуюсь виндой там каждый день да у меня mac os и меня в принципе мне все целиком полностью устраивает но с ноутбуками razer да и вообще с ноутбуками на windows у меня всегда были ну мягко говоря очень такие знаете бизнес отношения то есть я делал на них тест есть ими общался я под какие-то вещи находил хорошие какие-то плохие но признаюсь честно даже когда я делаю какой-то тест на windows ноутбук я никогда не получаю массу удовольствия если находить какие-то косяки какие-то проблемы которые вызывали у меня ну скажем так недовольство но вот razor blade стелс это очень странный ноутбук потому что он всем своим видом кричит что и чувак я буду нагибать на тебя ты 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 сможешь очень круто играть на нем и вообще типа в этого прям про геймеров про геймеров про геймеров и тут даже на коробке с razer написано для геймеров под геймеров это сколько я знаю официальный слоган компании razer и тем не менее играть на этой штуке не получается вот то есть ну то есть вообще то есть единственного что вы сможете здесь поиграть это какой-нибудь дотку или кс это на жестких минималках потому что она больше она не вытащит а причина всего этого мероприятия и почему собственно говоря она не тащит она очень простая то есть у нас здесь стоит core из 7 седьмого поколения это не восьмое поколение но это все равно очень мощный процессор и у него нет особых проблем с производительностью core i7 75 2 0 ю 2 7 гигагерца здесь 16 гигабайт оперативной памяти что я считаю более чем на сегодняшний день для большинства задач но проблема кроется в том что здесь нет видеокарты здесь intel hd 620 и это обескураживает то есть это очень сильно обескураживает потому что я как бы ну типа слышу слова рейзер я такой типовой сейчас пошпилим они они получаются шпилим ну то есть вообще возникает вопрос зачем razer blade стелс нужен и вот когда я начал гуглить этот вопрос до меня дошло razer blade стелс это знаете для таких латентных геймеров почему латентных потому что вы покупаете этот ноутбук вы покупаете к нему специальную станцию от компании razer внизу эти 1080 подключать это все через thunderbolt 3 и вы получаете очень мощное игровое решение причем вы будете играть даже не на дисплее razer blade хотя это можно организовать при желании а на внешнем мониторе то есть вам еще к этому делу нужно еще отдельно клава и мышка ну и либо этот монитор вы тушите и используйте клаву здесь и мышку отдельно и вот в таком ключе это очень крутая игровая станция ну то есть во всех смыслах я я считаю что ай-7 пусть даже седьмого поколения 16 гиоперативки в паре с 1060 или 1080 смогут дать достойный фпс практически везде понятное дело что в топовых игрушках вы не сможете выбить там 4к 60 кадров в секунду потому что кто бы что ни говорил мобильное железо на мобильное железо и тут начнутся проблемы с охлаждением какой-то момент в любом ноутбуке они начинаются вне зависимости от того что это за ноутбуки чья компания его сделала все равно играть на ноутбуках сегодня максимально как говорится по хардкуру так что в 4к 60 фпс на ультрах это как бы миф то есть тот любой человек который вам об этом говорит он либо не до конца разбирается в теме на мой взгляд либо он просто наоборот отбитый потому что тратить на это столько денег я не вижу никакого абсолютно смысла тем не менее если рассматривать razor blade стелс просто как хороший ноутбук или ультрабук называть как хотите только знаете как как быстро устарело слово ультрабук вы заметили никто его больше не употребляет но это он это ультрабук причем очень легенький он мне по ощущениям вот вообще по тактильным штукам больше всего напомнил макбук про 13 он такой же металлический он такой же матовый он правда сильнее собирает печатки в отличие от своего плова собрата но у razor blade есть чем как говорится похвастаться потому что во первых здесь очень клёвая клавиатура она светится всеми цветами радуги на ней очень приятно печатать в целом я очень быстро к ней привык на самом деле она в принципе особо не прогибается что уже приятно на самом деле у нее нормальные здоровенные клавиши и в принципе не особо даже кастрированный стрелочные стрелки справа потому что многие отмечают прямо я смотрел все научные обзоры в интернете все прям типа бомбят от того что вот стрелочки маленькие девочки как стрелочки подсветка крутая она можете любыми цветами радуги вы можете настроить и и будет ровно то что вы захотите порадовал наличие кнопки питания по центру она не знаю почему она мне вот вот прям радует она очень прикольно или вот прям круто круто порадовал тачпад несмотря на то что в винде очень часто это типа боль страданий вообще капец очень плохо здесь прям хорошо то есть я не возникало желание подключить мышку при использовании этого компьютера абсолютно я вам даже больше скажу когда я подключил мышку я получал большую боль потому что за год использованием macos когда-то оттыкаешь в принципе то здесь прям хорошо то есть вот прям хорошо хорошо и единственное что мне все еще бесит то что тачпад сверху вообще не нажимается то есть как бы его можно умножать но но ты чувствуешь что он испытывает боль при этом то есть нажимать надо клики они именно происходит в нижней части тачпада и ну это короче отстой надо делать как у apple вот бейте мне сколько хотите но они сделали правильно windows мир сейчас пока так не может это грустно порадовало два микрофона сверху то есть при аудио связи вас очень хорошо слышно это круто и вообще качество передней веб-камеры очень очень приятно и для каких-нибудь skype конференции прям вообще ок ок порадовало наличие светящегося логотипа razer сзади опять же мелочь но даже при толщине небольшой толщине задней крышки ребята из razer заставили эту штуку светиться в отличие от apple которая в принципе этим и брала самого начала ноут определенно привлекает к себе внимание и люди вокруг будут замечать его в принципе хорошие приятные динамики опять же не макбук то есть сразу говорю не макбук даже моя двенашка звучит ярче но для windows мира она звучит круто а ну а ну он хорошо звучит и не не было ну типа там какого-то дискомфорта во время прослушивания музея вообще каких-нибудь видосиков то есть вот прям прям хорошо хорошо тесно макбук проходит отлично то есть он открывается одной рукой вообще без напрягов и вот за это и за пацаны вообще молодцы ребята то есть вот прям хорошо хорошо что не порадовало но это 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 нужно было сделать у него на жопе есть два два выреза под кулера ну как точнее тут только один кулер виднеет есть еще один еще один разъем симметричный я хз чего внутри его не разбирал и не планировал я считаю что нет резона не туда есть но вот эти две прорези они наверняка нужны потому что корой 7 как бы любит воздух и это плохо потому что если вы будете держать его опять же на на одеялке например при просмотре какого-то кинчика в какой-то момент наверняка вентиляторы заведутся и будут дуть вам в ноги в том числе и горячим воздухом это наверно не очень хорошо но с другой стороны зато аккуратно сделано единственное что напрягает прорези реально большие есть ощущение что пыль туда будет забиваться хотя с другой стороны возможно не будет не знаю наверняка честно я не так долго им пользовался чтобы делать какой-то вывод по этому поводу порты портов немало кстати у нас с правой стороны есть hdmi причем полноценный usb 3.0 причем он зелененький в стиле razer и это прям красиво то есть вот молодцы это мне понравилось с левой стороны у нас снова есть еще один usb разъем 3.0 естественно тайп си он же thunderbolt 3 для зарядки и подключения к внешним видюхам и прочим аксессуарик аксессуарики и полноценный три с половиной мини джек на передней планете есть индикатор который моргает и сообщает нам в случае чего что там тип села и не села и вообще типа вот good или не good для кого этот ноутбук это вот самый большой вопрос который меня все время интересовал пока им пользовался он хорошо звучит он имеет потрясающий экран по технологии IPS изго икза прошу прощения которого просто безумное разрешение 3200 на 1800 точек то есть ну здесь претензии картинки вообще никаких проявить не могу то есть любых углов он офигенский выглядит он очень приятный и блин внимание ребят он сенсорный я вообще удивился то есть Razer умудрилась в такую тонкую кромку уместить полноценный сенсорный дисплей и windows 10 этой штукой управляется очень приятно ну то есть если вам нужно какое-то windows 10 приложение адаптированное под touch you are welcome то есть такие вещи здесь делать можно другой вопрос что за всю неделю я тыкал в него буквально пару раз вот не знаю не хочется мне его руками трогать то есть touchpad приятный и необходимый стрелять туда пальцем я не особо видел хотя опять же если такая необходимость будет вы можете себе такое позволить то есть там тоже за мной почтовый клиент отлично скролится и собственно говоря пальцами но мне не нравится этот подход то есть я понимаю что кому-то это наверное будет нужно но не мне для кого ноутбук мне кажется что это для тех людей которые знаете они хотят себе компьютер они хотят себе компьютер красивый легкий очень производительные очевидно и хотят компьютер который будет не маг потому что опять же глядя на asus вот любой из них да мы сегодня возьмем там zenbook любой любой линейки честно я смотрю на них всех они блин все одинаковые они без индивидуальности и вообще в этом всем windows мерке все это очень сильно смешалось и это прямо раздражает вот здесь я чувствую индивидуальность здесь я чувствую подход причем вот это знаете латентная геймер на геймер насть с каким-то закосом под геймеров она не портит она даже мне нравится найти он такой агрессивный такой приятный и и со вкусом здесь нет знаете вычуренности вот этой дурацкой когда какие-то там самолетные крылья какие-то гигантские выдуванные разъемы под воздух вот все очень так сдержанно и прикольно и вот это мне нравится и купали такой ноутбук вы работаете с ним вы работаете в офисе вы работаете не знаю там 1s вы работаете в программировании возможно почему нет здесь можно вполне себе неплохо так кодить я уверен с таким-то дисплеем вообще приятно потому что втыкать в код в каком-нибудь 12 дюймовый мониторчик с разрешением hd это так себе веселье здесь ходить прям по-царски я уверен можно то есть вот на мой взгляд хороший цпу достаточное количество оперативки то есть в теории даже стройный видюхо вы здесь можете монтажить какой-то простенький монтаж в Adobe Premiere 100 процентов здесь будет работать отлично честно Adobe Premiere не проверял то есть если вот про все остальное что я говорил сейчас я уже чекал Premiere не проверил но уверен что железо его здесь должно хватить за глаза что таким вещами заниматься и при этом если в какой-то момент вы такие типа окей я хочу поиграть вы воткнули в него внешний блок мокнули туда видюху подключили это все и расслабились вот в принципе наверное за этим будущее единственное что ломается в этой схеме это цена вопроса потому что эта штука не дешевая это премиум сегмент очевидно это ноутбук который играет на поле рынка где у людей есть деньги и если вы хотите ноутбук который сможет все и сразу вот прям все и сразу то наверное нет потому что вам очевидно нужно будет докупать внешнюю видеокарту причем для нее нужен будет еще блок и монитор надо не забывать конечно же но с другой стороны если вы располагаетесь средствами и вы хотите тонкое легкое красивое и мощное решение и при желании вы можете сделать его совсем полноценным игровой какой-то станции причем опять же давайте не только на играх зацикливаться с внешней видеокартой вы способны делать тот же самый монтаж гораздо качественней и я не знаю заниматься стейдографикой например и я немного знаю сегодня компьютеров которые имеют вот такой вот набор функций выглядит приятно имеет возможность подключения внешних видео адаптеров и при этом они нету немного на самом деле таких вариантов если так подумать так что наверно Razer Black Stealth имеет право на жизнь мне понравился компьютер если бы мне сегодня спросили Ярик какой компьютер Windows ты бы купил себе лично если допустим бы мой макбук по каким-то причинам приказал долго жить да то знаете наверное я бы обратил внимание на Stealth однозначно единственное ну на мой взгляд вменяемый его конкурент в таком вот фонфакторе в таких размерах это разве что Microsoft Surface но Surface на мой взгляд не обладает таким качественным звуком и я не попросил слова даже экрана потому что дисплей здесь очень клевый он очень приятный он у него офигенная цветопередача я ну честно не знаю что тут докапываться и блин да тут принципе можно играть если вы любите ту же самую дотку или кс гоу вэлком она работает она работает на минималках ему сложно но она работает поэтому я считаю что за те деньги что просят за него Razer здесь есть за что просить деньги единственное что что меня прям вот реально расстроил вот если брать всю эту историю с Razer во первых давайте уже добью по мелочам в Razer Blade сразу нам приложили вот тряпочку с локотипом Razer и тут написано Blade чтобы вы могли протирать свой офигенский дисплей и здесь вот такой просто очень прикольный мануал с рассказыванием о том как работает подсветка и вообще вот эти все мелочи не положили наклеечек что как-то странно я где-то видел наверняка что есть Razer с наклейками но что меня реально опечалило это блок питания потому что он говно ну то есть я вижу что они старались вот так оно все было упаковано я вижу что они старались очень сильно чтобы угодить пользователям но вот как лепо все равно не получилось то есть он USB-C у него очень приятная такая оплёточка прям огонь здесь прям такой резиновый кожушь чтобы это все можно было собрать ему не болталось и сам блок питания он реально маленький и очень такой знаете аккуратный и не супер большой но есть проблема вот это вот вот эта проблема потому что здесь у нас приятный красивый кожух да а здесь снова резиновое говно причем оно оно не супер длинное между прочим то есть у нас явно USB-C провод длиннее и я реально не понимаю неужели нельзя было уже как-то сделать вот это вот решение встроенным в розетку мне реально не нравится эта тенденция то есть да видно что Razer старалась но но это самина от этого надо отказываться и это очень плохо также плохо что не сработала зарядка от мака несмотря на то что USB-C и там и там по каким-то причинам Razer Blade отказался заряжаться от маковской зарядки хотя казалось бы стандарт должен совпадать но и может чего-то я действительно не знаю но вот это говно надо ну за это надо бить потому что объективной необходимости делать его таким большим нету потому что ну i7 и 16 радио оперативки даже с таким экраном должны вполне себе запитываться от сопоставимого по размерам от macbook pro 13 либо 15 дюймов блока питания и у apple значительно меньше значит это означает что его можно сделать меньше если здесь была внешняя видюха окей кто-то из вас сейчас может на какую реках в комментариях что ну блин а если он подключил внешнюю видюху это блок питания маленький может не вытащить но стук-стук дело просто когда вы подключаете Razer Blade к внешней станции у вас питание идет полностью от нее то есть у нее отдельное питание она запитывает и монитор при желании не вижу монитор она не запитывает а вот ноутбук полностью может запитать и заряжать при этом поэтому вот это наверное единственная конструктивная проблема на мой взгляд вот это вот все то есть вот за это не good Razer за вот это вот все good за это не good хотя опять же видно что старались по сравнению с всем на рынке что есть сегодня на рынке здесь прям все аккуратно ну и не good за маркость корпус реально марки он очень сильно собирает отпечатки особенно у людей у которых ручки плотные вам не зайдет в остальном хорошая клавиатура вменяемый это чп как для windows да офигенный экран хороший звук очень хорошая производительность как для такого класса устройства единственная проблема с позиционированием то есть если вы знаете для чего вам этот компьютер то можно смело брать он вам определенно понравится я действительно я за неделю эксплуатации реально не нашел ну каких-то прям серьезных проблем вы знаете ну типа берешь компьютер виндовый в руки начинаешь как-нибудь проблемы и находишь находишь очень быстро здесь такого нет то есть ну вот прям хорошо все вот практически все идеально и опять же вот что понравилось даже вот банальный вот момент с петлей это далеко не все учитывают и не все об этом говорят но ребят он очень четко отрабатывает и когда ноутбук на весу петля не сильно скачет знаете как бывает когда ты вот поставила на какой-то размер сидишь там не знаю на лавочке стоит слегка там как-то ноги перебрать и он начинает отодвигаться вот здесь такой фигни нет то есть он он очень хорошо шарнир сделан при этом опять же если нужно его открыть или закрыть одной рукой это без проблем можно сделать и это вот прям гуд-гуд ну в общем то это все что я хотел сказать ребят если вам понравился видос ставьте большой палец вверх комментируйте этот ролик пишите вопросы в комментариях возможно я на что-то отвечу скорее всего в тот день когда ролик выйдет ноутбук я уже отдам обратно но в любом случае мне он очень понравился он он реально прикольный и черт побери рейзер остановись они судя по всему вообще четко взяли за железо потому что в этом году мы видели новый телефон который очень крутой который я так не пощупал очень хочу попробовать но ноутбук вставляет исключительно приятные впечатления у него есть старший брат и если вам этот ролик зайдет вы поставите много пальцев в яхте расскажу о похожем решении но уже с интегрированной игровой видеокартой за предоставленный гаджет благодарим магазин этим ах они не основном предоставили за очень короткие сроки он очень клёвый ребятам большое спасибо работают быстро четко и доставляют на всю по всей территории украины если вам нужна сегодня техника то наверное у них самые вкусные цены вообще я реально не видел никого дешевле так что рейзер будет у них есть продажи если вам понравился стелс и вас заинтересовал тот ноутбук то велкам в этимах в их шоурумах в том числе тоже все можно посмотреть если вам понравился я то подписывайтесь на канал пахните на стороны колокольчик чтобы не пропускать новое видео ну и подписывайтесь на мои соцсети twitter instagram я там что-то пишу и что-то фотографирую и в общем то это наверное все что хотел я сказал покупать только хорошее каштие